Всем привет! Это я, Санёк Долгополов, стендап-комик. И сегодня в моей жизни случилось потрясающее важное событие. Второе важное событие после того, как на меня открыли охоту гопники. Сегодня новая ступень карьерной лестницы. Охота на меня открыла государство. Я поздравляю вас всех, это наша общая заслуга. Я был в шоке, но мне показали сегодня вот такой документ. Оказывается, в петербургский стендап-клуб Хопхэт пришло письмо из Министерства внутренних дел. Это, если вы не знали, главные бандиты в нашей стране. Они проводят расследование и пытаются разузнать обо мне по причине того, что они смотрели видео «Новый час шуток» на канале стендап-клуба номер один. Что ж, сказать, что я расстроен, ничего не сказать, потому что мы все понимаем, что это значит. Явно они не интересуются обо мне просто потому, что ищут, как подписаться на мои соцсети. Явно они не хотят найти меня, чтобы сделать селфи, потому что они большие фанаты моего творчества. Все мы понимаем, что это начало фактически репрессий. И я очень напуган, и я уверен, что лучше не будет. Я уверен, что у меня начинаются проблемы. Одно время я был немного обескуражен, потому что я выступаю уже несколько лет. Я позволяю себе достаточно открытые высказывания против действующей власти, и ничего со мной не происходило. В какой-то момент я даже начал сомневаться, а действительно ли эта власть настолько плоха. Но, можете не переживать, она действительно настолько плоха, что она отправляет запрос. Вместо того, чтобы бороться с настоящей преступностью, она пытается разузнать подробности про парня, который рассказывает шутки про пенисы. Зачем они это делают, я не знаю конкретно пока. Но, понятно, что ничего хорошего мне ждать не стоит. Я решил уведомить вас об этом, потому что мне страшно, я решил привлечь к этому внимание. Но и также я хотел поделиться, потому что это же ужасно, верно? Это просто обескураживает. Такие вещи не должны происходить в современном обществе. Ты должен рассказывать те шутки, которые ты считаешь возможным рассказывать. И максимум, чего ты должен бояться, это общественного порицания, а не того, что полиция начнет охотиться за тобой и рыскать по всем углам, чтобы узнать все подробности о твоей личности. И я теперь понимаю, почему люди в нашей стране злые и недовольные. Потому что нет смысла любить свое дело, нет смысла относиться к нему с любовью и с одухотворением. Потому что как только ты начинаешь что-то любить, и как только ты начинаешь испытывать страсть к своему делу, ты строишь собственное детище, и потом его отбирают у тебя или сажают тебя в тюрьму. В нашей стране нет смысла любить и чувствовать желание менять мир. Потому что если ты испытываешь, если ты не злой и недовольный, если ты не трусливый и не тихий, то, скорее всего, у тебя будут проблемы. Именно поэтому в нашей стране и царит такая атмосфера, потому что власть всячески мешает людям жить. А можете сказать, да, еще ничего не произошло, зачем ты снимаешь это видео. Но я уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я очень расстроен, я очень злюсь, я напуган. Но в то же время я и, честно говоря, не удивлен, потому что этого и стоило ожидать. Рано или поздно любой человек, у которого есть голова на плечах в нашей стране, если он с любовью относится к своему делу, и если у него появляется хотя бы что-то, что он может назвать своим, то у него тут же это отбирают, и у него тут же начинаются проблемы. Так что это было лишь вопросом времени. Что ж, правительство решило взяться за меня плотненько, судя по всему. И это значит, что я буду вас держать в курсе. Надеюсь, все будет хорошо. До новых встреч. Переезжайте отсюда как можно скорее.